Стихийные рынки, быть или не быть, им этот вопрос уже неоднократно поднимался на разных уровнях, но по-прежнему остаётся актуальным. Вроде бы и бабушек, любовно выращивающих помидорки, огурчики жалко. Заработок этот, пусть небольшая, но прибавка к пенсии. С другой стороны, и власти понять можно. Требования такие. Но есть здесь и ещё один факт для тех торгующих. Места, отведённые, оборудованы. По московскому району у нас, кроме основных трёх рынков, есть семь навесов специализированных, которые на безвозмездной основе предоставляются людям, чтобы они реализовывали свои излишки, выращенные на приусаденных участках. Но, как правило, люди идут туда, там, где больше поток, проходимость людей. И вот эти люди выносят, образа рисуя стакан крыжовника, килограмм той картошки, либо ещё что-то, готовы уже выйти, скоро и на дорогу будет. Мы пытаемся их, как говорится, убедить, что нужно торговать не земли, а на специализированных каких-то навесиках. И их там навес у них есть, там скамеечка, стол железный. С силами сотрудников ЖЭС поддерживается порядок на этих торговых, можно сказать, так местах. Сегодня популярными точками для уличной торговли становятся места около крупных и не очень магазинов. К примеру, около экватора на Гаврилово развернулся настоящий, несанкционированный рынок. Выбирая места поудобнее, мини-бизнесмены особо не переживают о том, что предлагают людям приобрести дары природы прямо с земли. Неудобные вопросы от представителей рейдовой группы становятся камнем преткновения. Фраза о том, что мест на официально разрешенном мини-рынке не хватает – неправда. В этом мы убедились сами. На оборудованных дополнительных местах торговли возможности реализовывать свою продукцию хватает. Торгуй сколько душе угодно, бесплатно. Но почему-то этим пользуются далеко не все. Проблема по-прежнему остается проблемой. Ситуация складывается неоднозначная. Одни требуют выполнения правил, другие попросту их игнорируют. Что делать? Ответ на этот философский вопрос простой – выполни требования. Тогда и продавцы будут целы и проверяющие удовлетворены. Да, есть отдельные люди, которые фактически работают здесь. Ну да, мы их уже, можно сказать, в лицо знаем. И они это прекрасно знают. И уже не раз наказаны. Но они понимают, что здесь проходимость людей очень большая. И, соответственно, он за час-два-три торговли именно в проходное время продает больше, чем он продает на рынке за весь день. Соответственно, конечно, это лакомый такой кусочек. Им хотелось бы здесь. Но наводим порядки. Благоустройство проводится. Стоянки благоустраиваются. Места отдыха. А мы видим, там же присутствует вот эта продажа. Те же и дикоросов, это и ягода. Ну а с теми, кто продолжает игнорировать созданные условия и продолжает торговлю земли, специалисты санитарной службы будут и дальше проводить профилактическую работу.